Когда заходишь в кабинет Пола Мартина, появляется ощущение. Вот он тот самый сумасшедший профессор из фильмов и книг, готовый работать ночами и опасающийся только одного, как бы кто-нибудь не навел порядок на его рабочем месте. Бумаг и книг здесь нет только на потолке. Два года постоянных экспериментов и поисков привели к открытию. Здесь видно, как выглядит кожа мыши, которую не обработали гелем. Остался обычный шрам. А здесь мы использовали гель, нанеся его на такую же рану. Поврежденная поверхность не отличается от обычной кожи и можно только догадываться, где же был шрам. Гель это инструмент лечения, а суть открытия в нахождении гена остеопонтина. Он влияет на образование шрамов и рубцов на теле человека. Ученые обнаружили, что если блокировать этот ген, то на коже почти не останется следа от порезов. Обычно рана затягивается вот таким образом. Пока белые клетки крови защищают поврежденную поверхность от бактерий, формируется новая ткань. Она растет медленно и неровно, то есть остается шрам. Но если выключить найденный ген, то клетки начинают делиться намного быстрее. Все дело именно в скорости. Гель, как невидимый клей, стимулирует органичное, то есть бесследное восстановление кожи. Его можно применить, если, например, ваш ребенок содрал кожу на коленках. Или, что еще более актуально, если вы собираетесь сделать операцию и не хотите, чтобы остались следы. Это открытие не поможет людям со шрамами. Гель бессмысленно наносить на старые раны. Слишком поздно. Если бы мы нанесли его сразу, то мы могли бы уменьшить этот шрам. И кожа на руке Стюарта выглядела бы намного лучше. Стюарт хирург. Он полгода назад приехал в Бристольский университет, узнав, что команда Пола Мартина близка к открытию. Я присоединился, чтобы понять, можно ли применить эту находку в хирургии. Даже после таких незначительных операций, как удаление аппендицита, остаются шрамы, которые впоследствии могут беспокоить пациентов. По мнению Стюарта, гель может избавить людей от шрамов, которые остаются на органах после операций, например, на печени. Но его исследование еще далеко от завершения, в то время как Пол может громко заявить. У нас международная команда. И мировое достижение. Над открытием работали ученые из Канады, Японии и Великобритании. Следующий этап – тестирование на людях. Испытанием геля займется другая команда ученых. Если опыты пройдут успешно, то воспользоваться открытием можно будет уже через несколько лет. Евгений Ксенденко и Борис Халфин. Телекомпания НТВ. Бристоль.